друзья всем привет с вами оркс теме сегодняшнее видео pull id и pull id это очень похожая технология на instant id который позволяет генерировать арты с вашим лицом или с лицом по референсному изображению лади имеет большую свободу генерации то есть вы можете генерировать арты практически как вы это обычно делаете но туда будет добавляться лицо из pull id но также pull id более требовательно к качеству вот это вот референсного изображения с лицом изображение с лицом должно быть очень качественные чтобы получить хорошее сходство в этом уроке мы разберем как установить pull id на автоматик 1111 и также мы разберем как установить pull id в конфи вай с автоматиком на самом деле все просто и мы сейчас него начнем а вот с конфи и там немножко посложнее если у вас что-то не будет получаться нужно будет до установить какие-то библиотеки то эту информацию уже найдете на бусте их пусть я прикреплю еще дополнительный урок чтобы пояснить вот как-то эти библиотеки дополнительные ставятся если вам интересен автоматика конфи и вы хотите больше системных и подробных знаний то для вас меня есть специальный курс по автоматику и конфи эти курсы подробные системные а также есть еще моя поддержка естественно я буду подсказывать если у вас что-то не будет получаться автоматик естественно он немножко попроще чем конфи и и конфи он действительно посложнее и там меня вариант тарифы есть только с моей поддержкой потому что без поддержки наверняка у начинающего точно не получится разобраться если у вас конфи будет что-то не получаться или вы что-то будете делать неправильно я в домашних заданиях это увижу и вашу схему поправлю потому что там есть такая возможность я могу видеть полностью все ваши настройки в этой схеме и их могу исправить и вам выслать более подробную информацию об этих курсах вы найдете на странице сайта стеблдив.рум обязательно переходите знакомьтесь если какие-то вопросы у вас останутся обязательно их задавайте нашему администратору контакты там же на этом сайте все жду на курсе давайте продолжать давайте начнем с автоматика первым делом нужно перейти на страницу разработчика вот такая вот ссылка в эту ссылку можете найти на бусте а также ее можете найти в поисковике вбивайте pull id автоматик 4 единицы и вы обязательно ее найдете переходим здесь немножко ниже здесь есть инструкция по установке нам нужна вот эта первая ссылка переходим по вот этой первой первой ссылке нажимаем здесь код и выбираем копировать запускаем автоматик переходим в extensions переходим install from url вот сюда вот вводим вот эту скопированную ссылку нажимаем install после того как у вас будет информации что все установлено переходим в installed и нажимаем applying restart ui на этой странице давайте вернемся назад вот сюда вот конструкции по установке здесь есть еще модель нажимаем по вот этой вот ссылке и загружаем модель в итоге у вас загружается вот такая вот модель она называется айпи адаптер pull id sdxl 750 мегабайт она примерно весь переходим в ваш автоматик заходим в абьюай заходим здесь в папку models находим папку control нет и вот сюда вот закидываем эту модель после этого возвращаемся в автоматик выбираем здесь модель sdxl lightning я выбираю модель jiggernaut xl lightning именно вот такая вот модель нужно для pull id чтобы она нормально работала и лицо было действительно узнаваемым я сейчас загрузил вот такую подсказку если у вас моя сборка stable diffusion 3 то вы можете воспользоваться prompt геном вот сюда вот просто пишите например woman нажимаете generate и он выводится 10 различных подсказок нажимаете отправить в тексту имидж и у вас будет тоже какая-то такая хитрая подсказка с моей сборкой stable diffusion 3 вы можете ознакомиться на youtube это предыдущее мое видео там есть ссылка на ее загрузку и там все бесплатно давайте опустимся теперь ниже посмотрим здесь настройки вот такие настройки сэмплинг метод dpn плюс плюс sdm вот этот сэмплинг метод работает лучше по качестве немножко генерации получается но также вы можете использовать и другие сэмплинг методы или рейн например или dpn плюс плюс 2 м но советую вам именно вот такой цемплинг метод планировщик я советую вам выбрать именно из game uniform он работает точно лучше это я проверял сэмплинг степс 12 шагов вполне нормально может чуть побольше поменьше поставить и качество в принципе очень похожий будет размер изображения 768 например нужно поставить на 1024 или можно поставить 1024 на 1024 так это генерации будут нормальные то есть можно портретные горизонтальные там выбрать и со всеми этими режимами генерации будут нормальные cfg scale нужно поставить от 1 до 1 и 2 это нормальные параметры для модели lightning если будете его задирать то качество генерации будет ужасно и просто давайте теперь перейдем ниже откроем control нет открываем control нет закидываем какой-нибудь изображение с лицом я выберу вот такое изображение с лицом нажимаем enable нажимаем айпи адаптер если вы еще не перезагружали автоматик после того как вы загрузили модель control это то нажимаем здесь refresh и еще раз давайте нажмем айпи адаптер при процессор оставляем автоматически нам его менять не надо и здесь мы выбираем модель pull айди которую мы только что загрузили в папку control нет выбираем ее и больше нам в принципе здесь ничего делать не нужно просто нажимаем дженеры и получается вот такой вот арт лицо узнаваемое арт достаточно свободный можно писать и фон хорошо и также позу можно как-то описать это все будет учитываться в генерации в общем то так же как и вы обычно генерируете но вот лицо будет именно вот то которого указали на референсе от качества вот этой фотографии будет зависеть сходство вот этого лица с референсным изображением если лицо будет на референсе некачественное то сходство будет хуже потому что пола ги он более критически относится именно качество вот этого изображения лица instant айди немножко попроще к этому относятся там сходство даже на плохих изображениях лица достаточно неплохие получается но там сильно скована сама генерация давайте теперь перейдем к установке пол айди на конфи уай и также установим еще необходимые модели для моей схемы перейдем на страницу разработчика конфи уай ссылка будет в описании на бусте или вы можете самостоятельно найти просто поисковике пишите конфи уай вы найдете вот эту страницу переходите здесь чуть ниже и находите инсталлинг для windows нажимаете здесь direct link to download и скачиваете архив после того как ваш архив скачался правой клавишей нажимаете выбираете ваш архиватор которым вы готовы распаковать этот архив и нажимаете распаковать здесь нажимаем окей и дожидаемся пока это архив будет полностью распакован архив распаковался теперь заходим вот в эту папку находимся вот такую папку нажимаем control x вырезаем ее и вставляем ее вот сюда вот в корень чтобы нас не было просто вложенной папки а вот эту папку с длинным названием я просто удаляем нас в итоге остается вот такая папка конфи windows порта был и все вам не обязательно кстати ставить новый конфи вы можете воспользоваться и своим просто посмотрите что я ставлю что вот эта схема заработала какие модели куда устанавливаются и какие дополнительные библиотеки тоже нужно установить открываем папку веб-интерфейсы контфио и заходим в нее и на бусте вы скачаете два вот таких вот бат файла один называется install manager а второй называется inside face закидываем их вот сюда вот прям в корень этой папки контфио и запускаем сначала установку менеджера install manager .bat начинается установка менеджера и окно само закроется если он сам закрыл значит все в порядке менеджер установился теперь запускаем этот второй файл inside face.conf.u.bat для установки специальной библиотеки inside face у вас кстати установится еще реактор вместе с этой библиотекой запускаем вас начинается загрузка необходимых библиотек теперь от бат файл спрашивает у вас вы действительно готовы установить реактор и готовы установить inside face нажимаем здесь любую кнопку и вас продолжается установка inside face если вы видите вот Вот это сообщение означает, что у вас все установилось, все в порядке. Говорим спасибо Алексу Боффа, вот его сайт, можете перейти, отблагодарить его. Закрываем эту консоль. Теперь нам нужно установить вот такую библиотеку Anylob, ссылку на нее вы найдете на Boosty. Открываем этот архив или его просто распаковываем где-то. Заходим в папку ConfiWire, в папку Models. Находим здесь папку InsideFace. Эта папка у вас появилась после того, как у вас установилась библиотека InsideFace с помощью BAT-файла. Если здесь у вас нет вот такой папки Models, то создаем эту папку, заходим в эту папку и распаковываем сюда вот этот архив. Обратите внимание, что внутри вот этого архива у вас должны быть модели, не должно быть никакой вложенной папки, иначе это все работать не будет. Отсюда мы возвращаемся в папку Models. И здесь нам нужно создать папку PoolID. Нажимаем правой клавиши мыши, выбираем создать папку и пишем вот такое название PoolID. Заходим в эту папку и помещаем в эту папку ту же самую модель, которую вы скачали для автоматика. Та же самая ссылка, естественно на Boost будет отдельная ссылка для установки ConfiWire, там будет все поэтапно расписано. То есть ту же самую модель, которую мы помещали в автоматике в папку ControlNet, здесь мы помещаем эту модель в папку Models PoolID. И если вы хотите еще воспользоваться моей схемой, то в моей схеме я еще использую IP-адаптер для SDXL. Чтобы этой схемой воспользоваться, вам нужно соответственно установить IP-адаптер и поместить нужные модели в папку Models. Поэтому давайте перейдем в папку ClipVision. И на Boost вы найдете ссылку на вот такой вот файл, который называется ClipVidH1.4.line.2b. В общем, найдете вот этот файл и вам его нужно будет скопировать или поместить вот сюда вот в ClipVision. ClipVision это та модель, которая способна анализировать наше изображение. Давайте теперь перейдем обратно в папку Models. И здесь нам нужна папка IP-адаптер. Ее здесь у вас тоже не будет. Нажимаем правой клавишей, выбираем создать папка и называем эту папку вот так вот IP-адаптер. Заходим в эту папку и в эту папку нам нужно поместить модель IP-адаптера. На Boost вы найдете ссылку на вот такую вот модель, которая называется IP-адаптер плюс SDXLVidH.saveTensors. Помещаем вот сюда эту модель. И все, в принципе, у нас теперь все готово для дальнейшей работы. И перед тем, как запустить Conf.io, нам нужно еще не забыть, конечно же, скачать и установить модель чекпоинта. Заходим в Models и переходим в Checkpoints. Сюда помещаем вот такую вот модель, которая называется Juggernaut XLV9 Lightning. Ссылку на эту модель я тоже оставлю на Boost. Вы сможете ее скачать по этой ссылке и помещаете ее вот сюда. Вот она около 6 гигабайт будет весить. Именно вот эта вот модель, как и в автоматике, нам нужна для того, чтобы работать с PoolID. И теперь перед запуском, ранном виде GPU.bat, нам нужно обновить Conf.io. Переходим в папку Update и запускаем вот этот вот BAT-файл Update.conf.io.bat. Вот этот вот нижний файл, его запускать не надо, иначе вы себе перепрошьете Torch. У вас некоторое расширение-то работать не будет. Запускаем первый вот этот BAT-файл. У вас запускается такая консоль. После того, как все обновится, нажимаем здесь Enter, и у вас эта консоль закрывается. Теперь возвращаемся обратно в корневую папку. И теперь мы можем запустить Conf.io с помощью runNVIDIAGPU.bat. Это запуск через видеокарту NVIDIA. Но если вы хотите погенерировать через процессор, то запускайте runCPU.bat. И тогда у вас генерация будет через процессор. Но это будет очень долго, поэтому запускаем через GPU. Запускается консоль, запускается схема. Вот такая вот схема по умолчанию, если она у вас не запустилась. Нажимаете Load Default, нажимаем здесь OK. И схема по умолчанию, модель у вас, по идее, Lightning, мы только установили. Нажимаем здесь QProm для того, чтобы запустить тестовую генерацию. Убеждаемся, что все работает, все в порядке. Теперь закидываем мою схему, которую вы найдете на Boosty. Вот сюда вот рабочее пространство. Отпускаем. Вот такие вот узлы вам нужно будет доустановить, чтобы это все работало. Нажимаем здесь Close. И нажимаем по менеджеру. Нажимаем Install Missing Custom Node. Для того, чтобы установить все узлы, которые необходимы для работы этой схемы. Это FashionSea Nodes. Эффективные узлы. Чтобы не щелкать вот так вот по каждому узлу, просто выбираете все вот эти узлы разом. И нажимаете здесь Install. Вот такие вот узлы мы установили. Основной узел, который нам здесь нужен, это PoolID. Остальные узлы просто для удобства, для того, чтобы именно вот эта схема конкретно работала. Нажимаем здесь Restart. Ок. Все необходимые библиотеки установятся. И не должно быть красных узлов. Это означает, что все в порядке, все работает. Эта схема состоит из трех групп. Левая группа – это загрузка изображений и модели, а также загрузка PoolID как раз таки. Вторая группа – это группа IP-адаптера. Здесь мы можем в пульте включить ее и выключить вот так вот эта, верхняя вот эта кнопочка. Давайте по умолчанию выключим IP-адаптер и сначала будем генерировать без него. И третья группа – это группа генерации. Здесь просто один узел. Это эффективный сэмплер. Здесь мы выставляем нужные настройки. Как в автоматике мы делали 12 шагов генерации. CFG 1.2 или 1 можно поставить. DPM++ SDE. Это сэмплер. И планировщик SGM Uniform – это обязательно, иначе будет очень плохая генерация. Также здесь мы можем рандомизировать или фиксировать сид. И на выходе мы изображения можем вот здесь это видеть, а можем его сохранять вот так вот в отдельный узел. Если у вас появляется вот такая вот ошибка, тут можно пойти двумя путями. Ее решение – первый вариант решения, самый простой. Вы просто вот здесь вот в InsideFace выбираете CPU – процессор и генерируете уже через процессор вот этот PoolID. И на самом деле на скорости это практически никак не сказывается. Давайте нажмем QPront, убедимся. И все, генерация прошла. Вот такое вот изображение мы получили. Вот лицо, которое мы брали за основу. Достаточно, кстати, маленькое лицо по отношению к размеру изображения. И тем не менее оно осталось узнаваемым. Давайте теперь еще раз поговорим по поводу вот этого узла InsideFace. Если вы все-таки хотите SCUD именно запустить и пофиксить эту ошибку, которая получается, то на Boosty будет второй прям небольшой урок, как вот это вот пофиксить. Потому что не всем это нужно. Но если вы хотите поправить вот это вот, то я вам покажу. По поводу того, что у нас влияет на вот эту генерацию, на нашу генерацию, влияет очень сильно Prompt. И здесь я написал вот такой вот Prompt. Кстати, смотрите, вот этот узел является узлом-переводчиком. Здесь мы можем писать как на русском, так и на английском. Все, что вы напишите здесь на английском языке, это переводиться никак не будет. Но если какие-то слова вы не знаете, вы их можете писать на русском, то есть вставляя вот в этот английский Prompt. В этом случае эти уже слова будут переводиться на английский на автомате. Дальше этот узел у нас подключен к SDXL Prompt Styler. И здесь мы уже выбираем стиль. Здесь вот такой вот большой набор стилей. Вы можете что-то выбрать, попробовать поэкспериментировать с различными стилями. И вот эти стили будут очень сильно влиять на генерацию. Давайте теперь включим в нашу схему IP-адаптер. Естественно, вот эти модели мы их скачали. На всякий случай прощелкните, выберите еще раз эти модели. Потому что у вас могут быть другие пути. Вот сюда вот в фиолетовый вот такой вот узел. Нам нужно закинуть какой-нибудь стиль. Давайте я выберу вот такое вот стилевое изображение. И с него у нас будет забираться стиль и будет подмешиваться вот к этому Prompt. То есть это будет такой микс между Prompt и вот этим стилевым изображением. Вес вот этого стилевого изображения и самого IP-адаптера выбирается вот здесь. Вес IP-адаптера. И здесь тип веса это стиль. Только перенос стиля. Потому что есть еще перенос композиции. Это немножко другое. То есть нам нужно именно выбрать перенос стиля. Ну так же начальная и конечная точка включения IP-адаптера. Вы тоже можете управлять. Немножко можете вот так вот сделать. То есть 10% допустим генерации без IP-адаптера или 20%. Это может тоже повлиять на качество изображения. Давайте теперь нажмем кюпромт. Убедимся, что у нас все работает. Посмотрим на результат. Изображение уже вот так вот изменяется. То есть вот этот стиль начинает подмешиваться. И получается такой микс между промтом и стилем. На самом деле сила вот этого промта и вот этого стиля, она очень высока. И у вас микс идет прямо вот 50 на 50 практически. То есть вот такое вот смешивание. Лицо тоже узнаваемое. И генерация достаточно свободная. То есть практически как вы обычно генерируете. Instant ID он немножко зажат все-таки. Там у нас выбирается карта лица. Там вот так просто свободно генерировать не получится. И лицо может быть там более узнаваемое. Но там накладывается дополнительное ограничение на карту вот этого лица. То есть здесь этого нету. Поэтому с основаемостью может быть немножко похуже. Но опять же я еще раз повторюсь. Это зависит от качества вот этого исходного изображения. Схема примитивно простая. Здесь ничего сложного нет. Все очень просто. И все очень удобно. То есть вы можете вот так вот легко выбирать стили. Можете пользоваться переводчиком. Вот такой вот универсальный узел. Кстати можете здесь и лора применять. Нажимаете вот здесь по лоре. Но ни одной лора у нас пока нет. Это просто закиньте в модул с лора. Какие-то лора для SDXL модели естественно. И тогда можете вот здесь в этом узле их тоже подключать. У вас кстати появится тогда и вес этой лоры. Вы можете и весом управлять. Достаточно удобно. Вот здесь это IP адаптер. То есть наша модель. Юнет модели. Преобразуется с помощью вот этого IP адаптера. И модифицируется таким образом. И тем самым у нас перенимается стиль. Здесь внизу у нас находится Pool ID. И с помощью Pool ID и вот этого входного изображения мы модифицируем нашу Юнет модель. И преобразуем эту модель таким образом, чтобы у нас генерировалось именно вот это вот лицо. То есть подмешиваем в генерацию женщин вот это вот лицо таким образом. И после этого уже подается конечно в IP адаптер. IP адаптер имеет уже меньшее влияние чем Pool ID. Если у вас будут проблемы со скачиванием Fidelity именно для Conf.UI. То есть для автоматика этой проблемы точно я знаю нету. А вот для Conf.UI может быть. И вот эта библиотека может на автомате у вас не скачаться. В этом случае на Boost во втором уроке, где я буду рассказывать как вот кудо вот это пофиксить. Там же я вам расскажу и про вот это Fidelity. И последняя у нас группа это Generation. То есть здесь мы просто параметр генерации выбираем. И получаем вот такие вот изображения. Давайте сделаем еще какую-нибудь генерацию. Я выбираю стиль Game Retro Game. И сюда вот добавлю слово Portrait, чтобы лицо было немножко поближе. Нажимаю QPrompt. И у нас получается вот такая генерация. Лицо тоже узнаваемое. Арт достаточно свободно генерируется. То есть и задний план у нас генерировался. Все в порядке. То есть можно вот такие вот арты спокойно делать. В Conf.UI немного погибче получается вот эта вот вся система. Но в автоматике вы тоже можете также все настроить. И также вторым Control Net я не показал. Но вы можете подключить IP-адаптер и использовать вот эти же модели. Для того, чтобы перенимать стиль с какого-то референсного изображения. На этом, друзья, спасибо за просмотр. Если вы хотите знать больше про веб-интерфейс автоматик Conf.UI, еще раз напомню, у меня есть курсы. Там у меня еще более подробные уроки. И про Instant ID там более даже сложные схемы. Причем именно в Conf.UI я вас учу именно составлять вот эти схемы. Если вы заметили, то на Boosty вы их больше разбираете. Но в курсе вы именно научитесь эти схемы самостоятельно составлять и понимать, что к чему и почему, какие узлы нужно добавлять. А также под себя эти схемы переделывать. И, конечно же, на обоих курсах есть моя поддержка. Если у вас что-то не будет получаться, у всех разные начальные навыки, то я вам буду помогать с этим. На обоих курсах поддержка именно моя личная. Я не нанимаю кифт-кураторов, проверяю именно я домашние задания, отвечая на ваши вопросы именно я. Если у вас схема какая-то проблема, то вы получите ответ именно от меня. Также, друзья, не забывайте переходить на мои ресурсы. Это большой телеграм-чат в первую очередь, где много различных комнат на разные темы и очень много просто кладезь различной информации по нейросистям. Если вам это видео понравилось, то обязательно поставь ему лайк и подписывайся на мой YouTube-канал. Здесь я выкладываю актуальные видео по нейросетям. Все ссылки на мои ресурсы, они в описании под этим видео. Также на мои курсы тоже ссылки под этим видео. Переходи, подписывайся. Я буду рад тебя видеть на любом моем ресурсе. На этом спасибо за просмотр. Удачной генерации. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok